Всем привет, мои пупсики! Я встала уже давно, сняла для вас видео с мороженым, у меня уже болит горло, а на улице вообще ураган. Я записалась на лазерную эпиляцию, поэтому надо собирать манатки, уже двигаться. Я хочу поснимать вам и показать, как вообще проходят процедуры лазерной эпиляции. Меня, наверное, забросают вопросами о том, что, Айка, сколько можно ходить на лазерную эпиляцию? Ребят, у меня коррекция. То есть две недели назад я была на сеансе, теперь у меня коррекция. Коррекция, она бесплатная, вот, и просто проходится по тем местам, где пропустили кое-где, кое-что, поэтому это занимает недолго времени, максимум, я думаю, минут 20, и я уже потихоньку начну двигаться, но для начала мне нужно смонтировать мое видео. Монтирую это видео с мороженым и буду уже выходить из дома. Монтируется очень быстро, потому что ляпов прям минимум изначально вот 14 минут, я думаю, где-то 13 минут видео, мне как раз таки и получится. Ням-ням, вкуснятина. Я сейчас прям голову ломаю, что же одеть? Вроде недавно шопились, но опять одеть нечего. Может быть, вот этот вот тулумчик? Как раз на нем еще этикетка. Снимаем этикетку и одеваем его. В общем, вот такой у меня прикид, мне кажется, как раз для ветреной погоды. Все думают, что у меня платье, а на самом деле это шортики. Вообще, я думала, что в такую погоду лучше было бы сидеть дома, но я ответственный человек, я не люблю подводить людей. Люди из-за меня пришли на работу, поэтому нужно идти. Еще я хочу перекраситься. А еще я сегодня обратила внимание вот на это. Что это такое? Я не знаю. Я вроде челку уже сто лет не подстрекала. Откуда эти волосы, я не понимаю. Коротко о том, что в моей сумке. Сумку я буду брать эту. Беру просто минимум кошелек. Здесь все мои карточки. Масочка обязательно. Ключи и наушники. Вот и все, что в моей сумочке. И, естественно, вот эти. Я влюбилась в них. Либо я туплю, либо маска какая-то странная. Она не прилегает к карту, как будто картонная. О, механизм тут целый. Как-то я зашла в продуктовый магазин. И вроде каждый раз они вот пшикают вот этим спиртом. Но я просто решила понюхать руки после того, как они мне попшикали типа спиртом. Оказалось, что они пшикают просто водой. И делают видимость того, что они защищают нас от коронавируса. Прикиньте. Это единственное место, где нет ветра. И можно нормально поснимать для вас вложек. Хорошо, что я не стала расчесываться, потому что на улице ветер мне уже сделал перческу. Народа максимально мало, потому что в воскресенье автобусы не работают. Магазины в преобладающем большинстве не работают. Мой салончик работает. Если они ничего не перепутали. Я очень надеюсь, что они ничего не перепутали. Вот так вот. Я уже на месте, жду своей очереди. Пока что там клиентка. Вот при помощи такого аппарата, это Александрит Кандела Про, мне делают лазерную эпиляцию на мощности 20. 20 это максимальная мощность, но мне не больно. Я реально ничего не чувствую. Поэтому, так как у меня кожа уже привыкла, я делаю на максимальной. Но лицо, например, делают на 16. Но подружки, например, мне говорят, что «Как ты это терпишь, Айка? Я на 15 еле терплю». Но мои волосы, они тоненькие, рыжие, поэтому мне не больно. Вы когда-нибудь видели такую акцию? У Сникерс обведен, он поджимает срок годности. Брать арбуз или нет, вот в чем вопрос. Все они крупные, не охота таскать. А вот покупные грузинские, перемешки, гюрзе и бештера. Это мелкая бештера, по-моему. Здесь что-то другое, а вот бештера написано. Но, конечно же, мама готовит вкуснее. Я пришла домой, сейчас буду готовить блюдо для мукпанка. Приготовила фарш. Бабушка говорит, что это слишком много для меня, но я думаю, что в самый раз. Тут вовсю варится картошка. Вот что у нас здесь готовится. Котлетки. Получилось очень много на самом деле. Даже не знаю, кто будет столько есть. Но выглядят они очень аппетитно. Сделала необычные формы. Они, как всегда, более долговатые. Я уже сняла мукпанк с такими загогулечками. И сейчас, думаю, в сегодняшний день посвятить себе и своей красоте. Поэтому хочу сделать гель-лак. Хотя у меня, в принципе, не срочно. Нет ни одного скола. Я могу минимум еще дней 10 вот так вот походить. И для меня будет нормуль. Когда я делала эти ногти? Наверное, уже 3 недели точно есть. Я могу еще недельку походить. Но под последним видео, где как раз таки я вам показывала, как я делала себе коррекцию. Многие девчонки писали, Айка, у тебя так много оттенков. А что ты постоянно делаешь одни и те же цвета? Я такая думаю, реально, тему пишут люди. Правильные вещи пишут люди. Я реально иногда, бывает, читаю комментарии и понимаю, что вы правы. У меня есть оттенки, например, желтый, например, нежно-розовый, которыми ни разу я не делала себе гель-лак. Представляете, купила, например, 2 года назад и просто лежат у меня эти цвета. Зато этот фиолетовый через раз я делаю. Это как-то не очень логично. Вот Фатя, когда делает себе гель-лак, она сразу говорит, а с чем я это буду сочетать? И мне реально всегда смешно, я говорю, Фатя, с чем сочетать гель-лак? Это ногти. То есть она, когда делает, например, зеленые ногти, она это никогда не делает, она всегда думает, а что же зеленого у меня есть в гардеробе? А я не считаю, что ногти должны быть под что-то. Просто цвет, который тебе нравится. Я очень люблю неоновые какие-то оттенки. Ну, в общем, как говорится на азербайджанском, узунсезунксасы. То есть, короче говоря, короче говоря, сейчас будем делать ноготочки. Откопала у себя 3 оттенка, которыми я ни разу не делала гель-лак. Вот этот розовый, точнее это красный, но он что-то смахивает на розовый. Ну, в общем, желтый. Это консистенция такая, потому что я их не перемешала. То есть не подумайте, что он испортился. Он не испортился, просто нужно их время от времени перемешивать, и они становятся однородными. Я никак не могу решить, какой из этих выбрать. Сейчас закину в Инстаграм, и за меня решат подписчики. Вы там в Инстаграме решаете мою судьбу. Я сейчас буду делать коррекцию и снимать пока что вот это покрытие. Придавать форму свободному краю. А как только вы проголосуете, я решу, какой цвет я буду делать. Ну, все, сняла покрытие буквально за 11 минут. А вы уже проголосовали, так что я приступаю уже к покрытию. Красота получилась. Мне очень нравится. Хотела сначала сделать какой-то дизайн, но потом передумала. Мне кажется, и так, и так круто. Я всегда думала, во, сделаю какой-то дизайн, сделаю что-то новое в конце. Классика. Ни разу не делала этот цвет. Он очень капризный вообще, но получилось ничего так. Да, исправилась я за полтора часа. Как раз смотрела дом 2 у меня на фоне был. И быстренько-быстренько пилила. По мне очень даже ничего. Сейчас пойдем смывать макияж, делать масочки, уход и все дела. Горло уже болит, но я не могу делать, потому что холодно. Ну, все, бог тебя. Я сейчас буду смывать макияж, делать маски и все, и все, и все. Пока что просто на уровне идеи. Даже не знаю, стоит ли вам говорить или нет. То я хочу создать канал АСМР. То я хочу создать канал влоговый. Но на самом деле, меня посещают эти мысли. Вот сегодня с Фатти советовали. Стоит, не стоит. Я, если честно, побаиваюсь. Я побаиваюсь, что я открою влоговый канал. Потом у меня дела там не попрут. Будет меньше просмотров, чем на моем основном канале. Я как бы вернусь сюда. Да, и для меня все-таки это будет как бы мини-такое поражение. Для меня лично, что вот, у меня не получилось. Но с другой стороны, я понимаю, что влоги уже пора отделять от мукбанков. Потому что контента я снимаю много. И, возможно, есть люди, которые подписываются на мой канал из-за влогов. И им не интересно мукбанки. А есть люди, которые смотрят мукбанки, а им не интересно влоги. Вот, дабы сделать это максимально удобным для зрителей, нужно все это дело отделить. Когда это произойдет, и произойдет ли вообще, я не знаю. Но мы просто целый день сегодня спать и разговаривали на такие темы. Моя душа хочет перемен. Моя душа хочет крови. Шучу на самом деле. Я хочу создавать как можно больше для вас интересного контента. Вот, но не знаю, с чего начать. И начала смывать макияж. Вот такая вот я без макияжа. Красотка, не правда ли? Хочу сделать губы. Потому что эти очень быстро сдулись, и от них результата почти нет. Я хочу, чтобы мои губы были так же, как были губы во второй или в третий день. Проблема в том, что они были с отеком. Отек прошел, и как бы губы тоже прошли. Это мне на самом деле не очень нравится. Так что вот так вот. Жизнь, боль. На самом деле все очень плохо. Реально очень плохо. Жопа. Просто жаль, что я не могу все вам рассказать. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...